здравствуйте дорогие друзья рада вас приветствовать на канале арт зирк и сегодня мы будем рисовать хэллоуин ну что приступим для начала нам понадобится альбомный лист простой карандаш акварельные краски и конечно же баночка с водичкой стерка кисточки и хорошее настроение может быть даже немножко страшное настроение но дорогие друзья как всегда мы делим нашлись пополам еще раз пополам для того чтобы найти центр нашего листа и далее рисунок и трапецию немножечко неправильно это больше похоже на перевернутую трапецию или кривой прямоугольник и чем у нас будет более кривые линии тем интереснее сам замок башни ну вот что это такое красивое далекое и неизведанное рисуем и очень простую скажем так архитектуру такой замок на холме он стоит окошки прямоугольнички только у них край один немного закруглен скажем так обязательно по центру рисуем такую прорезь ров на можно зайти да где решетки опускаются и поднимать рисунок очень простые я уверена что у вас все получится обязательно конечно хочется нарисовать еще и привидение и ведьму ну как же без нее а ведьмы рисовать очень просто смотрите мы рисуем сначала веник на нем садим можно сказать попу нашей ведьмы рисуем ей туфельки продлеваю вот я веничек на котором сидит наша ведьма на метле до держится на рукой за метлу и нос рисуем чем больше он будет и чем страшнее будет лицо ведьмы тем интереснее острая шляпа и какой-то локон волос вот такая вот ведьма забываем что мы ее будем рисовать просто черной краской поэтому чем страшнее получится тем лучше я решила делать не то тонкий забор а такой более толстенький поэтому нарисовала палочки а дальше просто их соединила между собой смотрите легко и просто буквально за две с половиной минут у нас получился набросок простым карандашом решила еще нарисовать ветки дерева которые выглядывают мне кажется что в темноте ветки дерево всегда смотрятся очень страшно в них можно увидеть какой-то не непонятный контур чего-то что-то там себе придумать и нафантазировать конечно же чтобы замок был более живы к нему идет какая-то дорога дорожку мы рисуем как букву с английскую но не забываем что то что к нам близко а это будет тропинка толстая то что далеко тонко поэтому на этом мы должны сыграть еще на заднем плане на втором я нарисую лунгу но просто будет кружок желтого цвета да и в принципе все наш рисунок карандашный готов к тому чтобы мы взяли за краски помним что можно свой рисуночек слегка пройти ластиком для того чтобы обезжирить на наших пальчиках и жир и начинаем мы как всегда желтой краски почему желтой да потому что нас чистая водичка чистая кисточкой желтый будет яркий сочный такой цвет я использую краски акварельный вы дорогие друзья можете рисовать гуашью гуашь я даже больше посоветую в этом случае потому что она более плотного кривиста и будет именно черный такой плотный красивый цвет я уверена что всех все получится покрыли мы желтым луну и наши окошки далее я беру оранжевый цвет видимо можно закрашивать потому что все равно мы сверху будем наводить и черным цветом и и будет видно единственное я привидение наше обвожу оранжевым цветом вот такой типа как зарево такое использовать такой цвет оранжевый и обязательно я вам оставлю ссылочку на то как рисовать тыкву как рисовать летучих мышей как рисовать просто тыкву с котом у меня эти видео хэллоуина есть я в прошлом году рисовала поэтому кому будет мало кто захочет еще нарисовать хэллоуин у меня есть классные видео которые вам обязательно понравится ссылку оставлю в описании и обязательно тут в уголочке появится ссылка на эти видео как нарисовать хэллоуин 2021 году супер с классной ведьмой и привидением ну что наш фон пока подсыхает он оранжево-малиновый у нас и я решила сделать пока дорожку чтобы все сделать теплыми цветами а дальше взяться за черный цвет черным цветом я буду покрывать весь холм аккуратно пытаюсь не влезть в мой фон потому что он еще сохнет поэтому лучше немножечко не довести подождать когда высохнет потом просто линии провести мы видим что просто черным цветом покрываем быстро быстро весь замок и холм ну никакой тут супер тонкой работы не нужно вы видите что меня даже толстая кисточка здесь используется плоская кисть по форме форма плоская а материал синтетика ссылку на кисти я тоже оставлю какие кисти лучше всего покупать для своей работы для того чтобы писать классные картины ребята кто не успевает за мной не переживайте вы можете посмотреть первый раз видео приготовить все нужные материалы а второй раз воспроизвести видео поставить на паузу и дальше продолжить каждый шаг шаг за шагом воспроизводя видео у вас все получится потому что этот рисунок очень простой тут использована всего три краски на 4 до желтый оранжевый цвет малиновый и черный смотрите всего четыре цвета ну как классно получается какой яркий такой рисунок яркий хэллоуин черным цветом стараемся дальше зарисовать весь холм очень аккуратно чтобы не залезть на на желтый потому что он еще свежий он еще не высох и может в любой момент потечь это единственное такое предостережение хорошо было бы подождать когда высохнет но хочется быстрее снять видео быстрее его выложить и чтобы вы успели как раз таки на хэллоуин написать эту картину почему написать потому что красками мы пишем а если мы рисуем простым карандашом то именно рисуем дорогие друзья если вы на моем канале обязательно ставьте лайк этому видео жмите колокольчик чтобы не пропустить уведомления о новых видео по вашим просьбам я теперь заново начинаю опять снимать видео их выкладывать потому что вы меня спрашиваете когда у вас выйдет новое видео на канале дорогие друзья все я отдохнула и готова снимать для вас новые видео поэтому обязательно пишите в комментариях какие бы вы еще хотели видео чтобы я для вас сняла ну пришло время снять нашу ведьму которая летит на метле и так наводим палку дальше по контуру простого карандашом наводим нашу ведьмочку не острая шляпа сильно длинный нос острый подбородок и очень-очень такие смешные маленькие туфельки тоненькие ножки потом наша ведьма летит далее мы ее оставили немножко прокрыли и пришло время заняться мелкими деталями это забором сбоку замка нашего и это очень несложное действие рамы сделаем но в то же время такие мелкие детали приносят картине завершенность картина сразу кажется наполненная не пустой и конечно же нарисуем дерево потому что ветки дерева они иногда ночью честно говоря могут пугать не только в хэллоуин и когда особенно веток много они как-то так закручиваются могут создавать разные образы но почему бы дерево не использовать если в общем и целом посмотреть картинка не страшно но в то же время она очень интересная и много тут чего хотелось бы вас научить рисовать того тоже привидение которое вылетает замка баба-яга которая летит на метле или это ведьма вы можете называть как угодно и пришло время заняться нашей дорожкой как ее сделать то что к нам близко она всегда более темная более насыщенный поэтому я беру самую тоненькую кисточку или начинаю разными коричневыми цветами делать такие точечки как горошинки близко к нам они разного коричневого цвета а далеко от меня уже более тоненький и еле-еле заметны я решила еще немножечко усилить луну желтым цветом чтобы она была такая поярче посочнее и пожалуй все наша работа готова смотрите как классно получилось мы уложились тут буквально в 11 минут дорогие друзья я уверена что у вас все получится до следующих видео пока пока